Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. На смену с угробом приходит гололед. Коммунальщики Самара переходят на круглосуточный режим работы. Когда пришла пора расстаться, на примере противостояния жителей Старинки и управляющей компанией расскажем, как найти выход из коммунального тупика. Неизвестная страница истории Куйбышева. Новые факты о городе трудовой и боевой славы опубликуют на интернет-портале. Снегопад 7 ноября перекрыл абсолютно суточный максимум по количеству осадков. По словам синоптиков, был побит снежный рекорд 2012 года. В итоге за пять прошедших суток из города вывезли на полигоны почти 6000 тонн осадков. Сейчас снег активно тает, превращаясь в реки и ручьи, но это еще полбеды. Небольшой минус и улицы заблестят катками, которым никто не рад. И потому в ближайшие сутки коммунальщикам придется работать с тахановскими темпами. На трудовые подвиги на утреннем совещании в городском департаменте ЖКХ их вдохновлял первый вице-мэр. Марианна Мирная тоже прониклась. На работу самарцы должны добираться не вплавь, а по нормальным дорогам. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко напоминает управляющим компаниям о том, что работу свою выполнять нужно добросовестно. Дворники и техника должны выходить на улицы уже в пять утра, чтобы навести порядок. Для того, чтобы убрать с дворовых тротуаров и с дворовых проездов снег, шугу налить. Дорожникам открыть от борта до борта, особенно те гарантийные дороги, которые отремонтированы. Вот это в первую очередь все посадочные площадки вот в эти два дня. И для того, чтобы потом не было недоразумений. В ближайшие два дня сохранится плюсовая температура. Это хорошая возможность не допустить грядущего гололеда. Расстаивший снег необходимо убрать в том числе в парках и скверах. Надеяться на то, что вода высохнет сама нельзя, тем более, что в Самаре сотни домов со скатными крышами и снежные шапки представляют угрозу для жителей. В соответствии со всеми документами, пять сантиметров начинаем уборку снега. И через каждые три часа. Что получилось в пятницу? Первый снегопад большой был. Некоторые начали убираться, некоторые не начали. Те, кто начали убираться с утра, после обеда вообще не вышли. Снегопад шел, в результате конца дня мы убили 20 сантиметров. Речь идет еще и о так называемых бесхозных территориях, которые управляющие компании не хотят обслуживать. Не убранных участков остаться не должно. Такое поручение дал первый вице-мэр Владимир Василенко. Контролировать этот вопрос должны заместители глав районов по вопросам ЖКХ. Коммунальные противостояния жителей дома номер 12 по проспекту Металургов не могут найти общий язык со своей управляющей компанией. Дом стал героем СМИ еще прошлой зимой, когда с четвертого этажа рухнул аварийный балкон. Фонд капитального ремонта раньше запланированного срока начал восстановление фасада. Но если внешние проблемы решаются, то до внутренних у коммунальной конторы не доходят руки. Что делать, если с управляющей компанией больше не по пути? Выяснила Олеся Корецкая. Дом на проспекте Металургов преображается. Отремонтирован фасад, восстанавливают балконы. Но внутреннее состояние оставляет желать лучшего, жалуются люди. Здание строили в 50-х годах прошлого века. Металлические стойки и батареи исчерпали запас прочности. Стали появляться так называемые свищи – трещины в трубах. Жители обратились в свою управляющую компанию «Жилуниверсал». Я подавала заявки в январе, я подавала заявки в марте, в июле, в сентябре, несколько раз в октябре. Результат один и тот же. Приходят слесари и говорят, что замена за ваш счет. В сентябре была сделана опрессовка. И после этого свеч у нас пошел, вот под натяжным потолком образовался. В квартире этажом выше ситуация не лучше. Все ледяное, попробуйте, потрогайте. И стояк холодный, и батареи. Вот я мерзну, еще не так холодно, а будут морозы. Я что буду делать? Они приходили, смотрели, записали, поставили в очередь. А сейчас зима. Когда они будут делать, не знаете, вот тоже не всегда можно сливать. В зависимости от погоды, от мороза. Жильцы боятся коммунальной аварии, настаивают на капитальной замене стояков. Но в управляющей компании проблему хоть и признают, но говорят, что ничего поделать не могут. Мы солидарны с жителями полностью. То, что стояки канализации, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение требуют замены. Но замена этих стояков в соответствии с жилищным кодексом может быть произведена только по линии капитального ремонта. Мы максимально прикладываем усилия для того, чтобы содержать этот дом в надлежащем состоянии, учитывая его год постройки. Замена коммуникации обойдется в несколько миллионов рублей. Таких денег нет ни у компании, ни у жильцов. Капитальный ремонт дома запланирован на 2021 год. До этого времени коммунальщики могут провести частичный ремонт с заменой отдельных элементов труб. Отопительный сезон мы начали вовремя. Сейчас все дома запущены. Жители, конечно, хотят, чтобы было теплее, наверное, чем предусмотрено нормативом. Норматив предусматривает 18 градусов. Для кого-то это недостаточно. Но этот норматив соблюдается. Проблемы взаимоотношений между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями актуальны по всей стране. Чем больше жильцы получают информации о расходовании денег на ремонт, тем меньше неясностей и вопросов, отмечают в Центре общественного контроля ЖКХ. Начинать надо с муниципального контроля. В городском округе Самара в каждом районе есть специалисты муниципального жилищного контроля, куда можно обратиться. И они проведут проверку и определят, правильно это или неправильно делает управляющая компания. Проверить, законную ли работу ведет управляющая компания, могут государственная жилищная инспекция, прокуратура, министерство ЖКХ. Из конфликтных ситуаций есть несколько выходов. Создать ТСЖ и самим распределять деньги на ремонт, либо сменить управляющую компанию. По словам Виктора Часовских, все процессы отработаны. Есть также предложение разработать в регионе предельные расценки на текущий ремонт, чтобы жильцы знали, сколько стоят разные виды работ и не переплачивали. Олеся Корецкая, Станислав Левин, Константин Головин. События. Далее, коротко о других темах дня. О рассмотрении в закрытом режиме дела об убийстве полицейского Андрея Гошта и членов его семьи ходатайствует сын погибшего полковника Хельмут Гошт. Добытые предварительным следствием доказательства вины подсудимых, каким-то образом связаны с личной семейной тайной убитых. Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля в селе Ивашевка Сызранского района злоумышленники жестоко расправились с полковником полиции и пятерыми членами его семьи, в том числе с его пожилыми родителями. Выжила только семилетняя племянница Андрея Гошта. Появилось видео падения самолета Як-52, возвращавшегося с парада памяти в Самаре. Следователи начали проверку инцидента. Напомним, ЧП произошло 7 ноября примерно в час дня в Куйбышевском районе Самары. В кабине находились два пилота. Их спасли сотрудники МЧС, самолет затонул. В настоящий момент следователями Приволжского следственного управления на транспорте СК России проверяется техническое состояние самолета, в том числе качество топлива. Также будет дана оценка действиям пилота. Самарские приставы конфискуют бытовую технику и движимое имущество в счет долгов за тепло. В городе начались рейды по злостным неплательщикам за тепловую энергию. В настоящее время в работе у службы судебных приставов находятся 40 исполнительных листов в отношении наиболее отличившихся от должников промышленного района Самары. Недоимка каждого из этих горожан за тепловую энергию составляет от 75 до 200 тысяч рублей. В Самаре перекроют улицу Демократическая. Это связано с проведением работ по переносу коммуникаций, в частности по перетягиванию проводов. Три ночи подряд с 24 до 5 утра, начиная с 8 ноября и по 11, проезд по улице будет закрыт в обе стороны. В рамках федерального проекта «Театральная Россия» и «Кинотеатр художественный» продолжат показы столичных спектаклей. 10 ноября в 20.00 по самарскому времени начнется прямая трансляция «Беспреданец» театра имени Маяковского. Спектакль увидят зрители из 60 городов России. Почему в годы войны Куйбышев стал запасной столицей? Материалы, объясняющие исторический статус города, будут переданы в учебные заведения и общественные организации «Самары». Кроме того, планируется создать интернет-портал «Самара. Город трудовой и боевой славы». Народная презентация проекта состояла в здании Самарской публичной библиотеки. Олег Зверев тоже изучил свидетельства. Почетные регалии города трудовой и боевой славы на сцене публичной библиотеки. В зале представители историко-крывеческого сообщества, а также преподаватели и студенты высших и средних учебных заведений «Самары». Нам еще только предстоит осмыслить значение того, что звание было присвоено городу и ту роль, которую сыграл Куйбышев, запасная столица, в 40-е годы. Страницы истории продолжают открывать новые факты. Эти страницы засекречены в силу совершенно понятных обстоятельств. Это страницы, которые в течение долгих десятилетий оставались в архивах. И я думаю, что сегодняшний день и звание, которого город был удостоен, это повод для того, чтобы мы на самом деле начали вот эту большую и долгую работу осознания, какую лепту, какой вклад внесла Самара в победу в Великой Отечественной войне. На экране исторический фильм, подготовленный телеканалом «Самара ГИС» для нового просветительского проекта, призванного довести до каждого жителя о заслугах Куйбышева, Самары в разные годы истории. Причем в роли рассказчика может выступить каждый, будь то преподаватель ядерной физики, учитель литературы или просто сосед по подъезду. Есть все материалы. И если о трудовом подвиге волжан знают все, теперь время напомнить и о боевых заслугах. Каждый пятый взрослый житель города ушел на фронт. Представляете, каждый пятый, больше половины погибло на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь формировалось несколько армий, которые потом дошли до Берлина. Такой очень интересный проект. Есть история, есть фильм о городе трудовой и боевой славы, есть знак, есть почетная грамота, есть флаг с красивой лентой, есть песни, которые написал Сергей Иванович Войтенко. И все это уже символы города, трудовой и боевой славы. По мнению историков, этот проект – начало большой научно-просветительской работы, задача которого не просто открывать новые страницы истории, но и сразу же рассказывать о них людям. И телеканал «Самаргиз», как это уже сложилось, будет делать это одним из первых. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Когда душа поет, фестивали «Рожденные в сердце России» продолжают открывать таланты из глубинки. На этот раз в Самару со своими концертными программами приехали коллективы творческой самодеятельности из Борского, Елховского и Камышлинского районов. Народные колориты, яркие костюмы и душевные песни не оставили равнодушной и нашего корреспондента. Из Борского района в деревню Сростки на Алтай, родину Василия Шукшина, отправляется горсть Самарской земли. Путешествие – это театрализованное представление коллектива в творческой самодеятельности. Песни, танцы, миниатюры. Зрители берут всем, что умеют. Шукшин – это прекрасно, мне кажется. Мне очень жалко, что его нет. Такой человек обычно, не знаю, почему рано уходит. По наказу Василия Шукшина жители Борского про душу свою не забывают. Самобытность через творчество передается из поколения в поколение. Юные артисты набираются сценического опыта, взрослые просто хорошо проводят время и, говорят, таким образом омолаживаются. Наш хор, все почти, члены нашего хора ходят на репетиции, на выступление с удовольствием. Мы там молодеем, оздоравливаемся, общаемся, поем, танцуем. Жизнь продлеваем. Жизнь продлеваем. Рожденные в сердце России – проект, который позволяет поистине народным артистам показать свои умения. Концерты проходят по понедельникам и завершатся в середине декабря. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы сейчас готовят наши журналисты к эфиру. Признал вину, но вот раскаялся ли? Харитону Горячкину, убившему падчерицу, сегодня вынесут приговор. По следам Ивановской трагедии в Самаре началась массовая проверка газового оборудования. Такого не было 15 лет. Ударники фермерского труда, собравшие рекордный урожай зерновых, принимают сегодня поздравления. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.